всем привет с вами Жека и сегодня я хотел бы пригласить вас к себе в гости в дом ну что народ добро пожаловать ко мне в дом вот это вот такая летняя кухня а я уже вам про нее рассказывал здесь тоже матушка все недавно переделала перед своей смертью сделала на московский лад обычные деревенские табуретки море мои обуви как вы уже успели наверное заметить это память о маме даже пахнет моей мамой поэтому он так и будет здесь висеть или где-то еще на эту память о моей маме кровать но не так же моя мама спала теперь на ней сплю я кресло крутое мое любимое всегда смотрел телевизор вот так вот я сидел и щелкал смотрел телевизор садился на пол так вот даже поближе наверное да вот так брал руки джойстик а дэнди игра зимой дом не протапливается зимой здесь не бывал никогда но когда мама похоронил и поэтому дом стал сырости его тобой из печка то все печка деревенская печь реальная печь такие вот стулья это уже наверное классика их уже не делают вот это вот вещи которые я собрался около помойки поставить может быть их люди разберут такой вот проигрыватель на пластинках вот этот вот кошелек моей мамы весь как вы видите изрезанный рваный она под пояс попала когда я все здесь переделаю хотя мне даже как-то рука не поднимается здесь что-то переделывать всем привет с вами жека и сегодня я хотел бы пригласить вас к себе в гости в дом вокруг дома мы снимали видео как я убирал траву как я сажал малину как я розы пересаживаю как я много чего здесь делал хотя еще и половину не сделал приехал я на лето сюда может быть останусь навсегда жить я пока не решил но периодически если не останусь что буду приезжать и здесь что-то чинить что-то присматривать за домом а пока что я хотел бы вас пригласить внутрь дома и поделиться своими воспоминаниями как я здесь проводил летние каникулы но и зимние тоже бывало я собираюсь доме делать ремонт поэтому пока я тут ничего не изменил хотелось бы для себя это поснимать но также и поделиться с вами если вам понравится это видео ставьте лайки и комментарии подписывайтесь на мой канал ну что народ добро пожаловать ко мне в дом вот это вот такая летняя кухня а я уже вам про нее рассказывал когда показывал территорию вокруг дома осы залетали в обшивку дома вот это вот уже внутри мы находимся и слава богу ос нет вот это вот виноград который я вам показывал вот я шторку отодвину вам покажу надеюсь всем видно такой вот эту веранду я хочу расширять переделывать ее поэтому поснимаю пока есть возможность ну что народ пойдем во внутрь дома полы уже все старенькие краска облазит но они наверное лет 25 назад были покрашены я их специально даже наверное не крашу потому что это ностальгия а ободранный пол который мне напоминает то что моя матушка жива бабулька жива тоже то что они ходят по этому полу вот эта вот кухня здесь тоже матушка все недавно переделала перед своей смертью сделала на московский лад или как это назвать я не знаю вот все прям очень круто не по деревенски выглядит не как на заброшенной даче или вернее в доме в деревне здесь есть и газ и вода видно всем да такие вот табуреточки интересные вернее обычные деревенские табуретки море моей обуви как вы уже успели наверное заметить это все я привез с москвы вот это мамин халат я его не стал никуда никому отдавать никуда выкидывать это память о маме даже пахнет моей мамой поэтому он так и будет здесь висеть или где-то еще но это память о моей маме я думаю кто потерял свою маму те поймут меня вот эта микроволновка микроволновая печь я ее привез с москвы ее здесь не было от холодильника мама покупала вы наверное подумаете почему так много слов мама в этом видео потому что я очень люблю люблю свою маму и всегда буду о ней помнить поэтому дам вам совет берегите своих родителей пока они живы пока вы можете к ним прикоснуться услышать их голос потом вы сможете только жить как я воспоминаниями это очень тяжело ну конечно не у всех хорошие родители думаю большинство родители хорошие любящие заботливые вам будет очень потом тяжело жить с тем что вы не дадали чего-то своим родителям при жизни пока они были живы вот эта вот кровать на ней также моя мама спала теперь на ней сплю я вот это вот кресло крутое мое любимое всегда смотрел на телевизор вот так вот я сидел и щелкал смотрел телевизор всем привет еще раз огород где я малину сажал видите да малину соседский дворик там другой сосед у меня 4 соседа скажем так с каждой стороны по соседу вот здесь тоже я малину посадил я очень люблю малину я прям ее везде посадил на участке вот эту вот вторая комната так я же вам совсем забыл рассказать как я с друзьями садился на пол так вот даже поближе наверное да вот так брал в руки джойстик о дэнди и играл мы толпой здесь садились на пол вот я как прям сейчас сижу так же то есть нас много было и мы играли рубились во всякие игры прикольные крутые сначала в дэнди я привозил ее с москвы здесь не у всех приставки игровые были поскольку это поселок и здесь не у всех есть деньги вернее были деньги те времена купить это 90-е годы 90-е года а позволить себе игровую консоль поэтому я привозил свою и ко мне приходили ребята и мы играли потом появилась сега 16 битная если в дэнди 8 бит то в сеге 16 потом появилась 32 битная приставка потом уже sony playstation первая у меня с первую первая плойка была и вторая была и третья была ну и четвертая тоже была вот так вот мы играли сидели на нас мама ругалась кричала то что давайте идите там гуляйте на улицу не сажайте себе зрение мы здесь могли сутками сидеть пока не потемнеет на улице также мы ждали мультики утиные истории если кто помнит от от вал диснея там чип и дейл черный плащ в эти же игры мы играли ту же дэнди и по выходу смотрели эти мультики по первому каналу то есть ужасно их ждали всю неделю там когда начинался мультик все кричали по всей улице пацаны и мультики начались мы бежали и смотрели эти мультики дома кто-то ко мне бежал бывало я там к друзьям тоже бегал то есть у нас такая компашка была веселая и мы играли смотрели мультики вот это вот вторая комната тоже все в иконах дом намоленный как моя мама говорила я правда я сюда приехал я здесь действительно высыпаюсь отдыхаю вот это зеркало такое вот видно меня да меня видно всем привет мне на самом деле не особо смешно поскольку мне довольно таки тяжело это все вспоминать это все в прошлом мне хочется чтобы это было сейчас настоящим вот эти вот вещи кстати пуфик который тоже с москвы мама привезла мама много сюда вещей с москвы перевезла такой вот пуфик уже весь древний уже весь жесткий немягкий вот это вот обои которые уже отходят видно да даже я вам покажу вот в этой комнате более так четко видно то что уже стены зимой дом не протапливается и зимой здесь не бывал никогда ну когда мама похоронил и поэтому дом стал сырость и вот обои подходит я хочу гипсокартон здесь сделать поэтому я решил все это снять потому что если раньше не было да видео камер там телефонов да то вся эта память она только в голове хранилась да хорошо то сейчас можно все это дело снять и потом когда здесь все по-другому будет я буду все это пересматривать и вспоминать палы кстати скрипят уже довольно таки старые здесь вторая комната она сейчас уже как наверное кладовка здесь служит вот здесь крысы были кстати в этой комнате тоже иконы вот такие вот вы видите тоже да так это шкаф тоже старенький совсем такой вот таких уже не делают вот это вот мое оборудование для съемки привез с москвы мой рюкзак с которым я тоже приехал с вещами он был сейчас он пустой как мой желудок надо попозже что-то приготовить себе картошечки пожаренные деревенский вкусненькой с корочкой золотистой вот это вот кстати бабушка жила в этой комнате бабулька она умерла в сто лет мама за ней ухаживала прожила с ней 20 лет почти с этой бабулькой прабабушка моя скажем так и вот этот дом остался маме моей в итоге теперь и мне даже видите здесь вон вот здесь печка это все печка деревенская печь реальная печь рабочая кстати вот но я ее буду убирать потому что он только место занимает она ей не пользуется никто вернее я ее пока не пользуюсь и наверное не буду никогда я кое-какие вещи раскидал по шкафам какие-то я людям раздал вот это вот еще одно окно и вон на соседа прям на другого уже на третьего соседа то есть у меня с каждой стороны по соседу поэтому я спокойно всегда уезжаю куда-то далеко знаю что люди если что-то мне позвонят или сами придут разберутся надеюсь это мой виноград крыльцо откуда я снимал вступление к этому и другим видеороликам гараж моим он виднеется так вот такие вот стулья это уже наверное классика таких уже не делают такой он прям упругий как новый но в принципе на нем толком наверное и не сидел никто вот их даже три ой я тут об люстру стукнулся макушкой очень низкие потолки поскольку бабушка была прабабушка невысокая ее муж тоже прадедушка да и мама у меня не была высокая я в папу наверно у меня папа повыше мамы поэтому я тут головой все обстучал своей вот это вот вещи которые я собрался около помойки поставить может быть их люди разберут это диски cd cd-диск осада что-то это с церковью связанное мама моя смотрела тоже очень верующим была человеком ну я думаю людям это нужно будет вот они возьмут помойку такую нельзя выкидывать я поставлю где-нибудь какого-нибудь подъезда наверное чтоб люди увидели и забрали себе вот фильм вот это вот кассеты пленочные все помнят кто с 90-х с 80-х годов рождения те сейчас уже кассет нет на прилавках поэтому я даже не знаю рука как-то не поднимается выкидывать вот но это часы тоже они не рабочие этим часам как мне уже за 30 лет больше тридцатника старые совсем вот эти не знаю сколько их здесь тоже наверно древний такие вот телефоны получается у нас реклама связного нет не реклама связного это VHS кассета кстати кто тоже эти времена застал VHS ну я думаю вы видите мне одной рукой очень неудобно вытаскивать сейчас попробую конечно еще руку себе обжег ну вот видите да пленка не вытаскивается она не вытаскивается вот это все я отнесу поставлю рядом с таким-нибудь подъездом вот и люди люди думаю разберут кому что надо так вот этот вот кошелек моей мамы весь как вы видите изрезанный рваный она под пояс попала вот и я никак не соберусь его выкинуть никак вернее не дойду до помойки не знаю стоит ли его выкидывать или нет это с одной стороны память но суровая память то что я не сберег свою мать и то что то что он мне всегда будет напоминать то что я не был в этот момент со своей матерью и не смог ничего сделать когда она переходила железную дорогу при том она переходила не в неположенном месте а через переход как потом объяснили то что надо было через мост а как пенсионерка пойдет и тяжело многие больные были зима была вот и меня не было рядом и теперь мне с этим жить всю жизнь не знаю сколько мне осталось жить мне часто матушка снится зовет меня к себе но это кстати на виниловых пластинках тоже древний его тоже оставлю одной рукой неудобно вот я его открыл такой вот проигрыватель на пластинках винильных ну вот сюда пластинка кладется где то они у меня валяются надо искать где то в коробках и он играет вот отсюда звук идет старая древняя вещь но это уже наверное не наверное это классика раритет все знают да что это такое за слово как волга то же самое хожу я по брожу я еще по дому потому что потом уже я все переделаю и буду на youtube заходить и смотреть это видео и вспоминать какой он был когда-то когда я был маленький и какой он стал предположим когда я все здесь переделаю хотя мне даже как-то рука не поднимается здесь что-то переделывать я бы наверное всю жизнь сюда приезжал и вот ну просто все уже отлетает обои отлетают поэтому надо по-любому что-то здесь делать вот это кстати уголок вернее часть этого уголка мама в москве тоже покупала в девяностых годах это тогда роскошь считалась только у блатных но мама моя не блатная была она имею ввиду тех кто хорошо зарабатывал вот она прилично зарабатывала в те времена вот и вот эта вот часть уголка тоже мне напоминает здесь кстати можно что-то во внутрь класть можно самому туда залезть берегите своих родителей не обижайте своих папу и маму а маму самое главное не обижайте папа он посильнее чем мама не забываем подписываться на мой канал всем пока